Приветствую вас. Я бы, наверное, обратил бы внимание, в первую очередь, на то, что у меня есть такое чувство, такое ощущение, что вы ждете этого мужчину. И, как бы, одна из проблем заключается в том, что человек, скорее всего, тоже чувствует, что вы готовы его ждать. И у него нет мотивации, ради вас что-то делать, у него нет мотивации, ради вас спешить решать свои дела. Потому что зачем он и так знает, что вы его ждете. Поэтому имеет смысл вам, вот если говорить о том, как себя вести, да, если он появится, то имеет смысл показать ему, что вы не готовы его ждать. То есть, что вы идете вперед, что вы двигаетесь вперед, что у вас есть какой-то интерес, помимо, ну, помимо него, да. Вот. И чтобы он видел, что он может вас потерять. Это одна из тех характеристик, одна из тех черт, черт, как мне кажется, которые отсутствуют здесь. Что вы, по сути, не демонстрируете мужчине такую конкуренцию, что называется. Потому что он чувствует, что он борется. Вот. А мужчине очень важно борьбу. Особенно там, где, по сути, между вами ничего нет. По сути, между вами ничего не было. По сути, он легко может сказать, что это типа того, что ничего не обещал вам. Я думаю, что вы сами много, ну, много вещей надумали, много вещей придумали. И вы будете разрешены. Думаю, так важно, чтобы была какая-то подушка безопасная. Поэтому, так важно, чтобы вы имели что-то еще. Ну, то есть, чтобы вы имели еще что-то помимо него. По-моему, 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 его. Вот. Чтобы он видел это. Дальше. Дальше. Уверены ли вы для себя? В том, что знаете реального мужчину, что видите реального мужчину. Если у вас уверенность в том, что тот человек, которым вы хотите сблизиться и про которого вы спрашиваете, то это реальный человек. Что он реален. Что он реально существует. Что вы его не придумали. Понимаете, какая штука. Он довольно долго без вас уже. И он без вас обходится. Что если он решит, что не стоит к вам возвращаться и не стоит сдавать свою семью, а вы уже к этому приготовились. То есть, это неплохо. Но то, что вы хотите. А, ладно. Мне кажется, что вам нужно спросить себя, как бы, как я хочу поступить в них. То есть, как вот кто-то мне там скажет, как я хочу сама поступить в этой ситуации. Вот это важно. Понимаете? Вот. Чтобы мы вам советовали. Ага. Чтобы вы сами решали. И вот ваши сомнения. То есть вот то, чем они вызваны. Чем вызваны ваши сомнения. Чем вызваны ваши незнания. Как поступать в этой ситуации. Например. Это всегда то, на что вам стоит обратить внимание. Вот. И мне кажется, что задача психотерапевта заключается в том, чтобы помочь вам услышать себя. И поступить так, как вам хочется. Никому-то. Никому-то другому. Понимаете? Никому-то. Никому-то. А именно. Только. Вам. Вот это, мне кажется, то, что можно и нужно сделать. Ну, в принципе, это вполне адекватно. Как мне кажется. Позиция. Позиция. Вот. Это, мне кажется, вполне доступная цель. Вот. Оно. Вполне. Достижимая цель. Вот. В этом направлении я и предлагаю вам двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Доброго вам. Удачи. И надеюсь, что вы решите поработать над собой. Замон. Продолжение следует... Удачи.